Бхагаватэ васудэвая, омнамо, Бхагаватэ васудэвая, омнамо, Бхагаватэ васудэвая. Шримад Бхагаватам 2.5.35 Саэва Пурушастасмат, андам, нирбидзья, ниргатах, сахасрорф анкри вахф акшах, сахасранана ширшаван. Перевод и комментарий его божественной милости Абайчара Наравинды Бхагдивиданты Сами, Шрива Пропады, Шрива Пропады Киджай, оставаясь лежать в причинном океане, Господь Махавишну в то же время вышел из него и, разделив себя в образе Хиранья Гарбхи, вошел в каждую вселенную, где принял форму вират с тысячами ног, рук, ртов, голов. И так далее. Комментарий. Различные планетные системы каждой вселенной расположены в разных частях виратруппы вселенской формы Господа. Их описывают следующим образом. А каким образом мы узнаем это завтра? О, магия на тимиранда сяги, нанчжа на шалакэ. Чакшуран вилетам янатас май, шри гураве намаган. Шри чайтанья манавпиштам стапитам, енабута лей сварупа, када магиям дадать и свападантикам. Ванча калпатарубясь чакри пасимбя эвача. По титанам паванабивайшна, апьёдаманамага. Джайшри Кришна чайтанья прабуни тянанда, шри авейтададхара, шри васапи. Гоура бакта вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Итак, в этом тексте 2.5.35 говорится про вера труппу, про вселенскую форму. Какую роль она вообще играет в жизни человека? Для чего она взялась? Ну, ответ на этот вопрос следует из заголовка из названия первой главы второй песни Багаватам. Первый шаг в познании Бога называется. Это первая глава второй песни Багаватам. И вера труппу она именно для того, чтобы человек сделал этот первый шаг. Давайте попробуем разобраться в этой теме. В то ограниченное время, которым мы располагаем. Повсюду ограничения. То есть ограничения во времени. То есть мы не можем просто так сидеть, сколько хотим, обсуждать Священное Писание. Тоже надо делать всякие дела. Есть ограничения во времени, есть ограничения интеллектуальные. Что-то мы понимаем, что-то нет. Ну, по крайней мере, нет ограничений в плане интернета. То есть работает Zoom, работает YouTube. То есть что-то все-таки продолжает работать. И интеллект тоже пока что функционирует, слава Богу. А почему он функционирует благодаря Кришне, который говорит в Багават-гите в тексте 15.15. То есть все интеллектуальные возможности, они держатся на энергиях Господа. Интеллектуальные, физические, какие угодно. Итак, в этой главе, первой главе второй песни Багава, там есть текст 25, который объясняет, зачем вера трупа. Содержанием концепции вера трупы является гигантская вселенская форма личности Бога, которая находится внутри Вселенной, покрытой семислойной оболочкой из материальных элементов. То есть внутри каждой вселенной находится Бог. И эти вселенные, они тоже из него исходят. Он возлежит. И из него, из его пор выходит, из пор Бога выходят бесчисленные вселенные. И в каждой из этих вселенных тоже по Богу. И кто-то может сказать, это что у вас, у Кришнаитов, многобожие что ли получается, да? А мы говорим, нет, мы говорим, нет, Он, Бог, один. Но Он может выделять из себя экспансии. Это называется экспансией. Давайте почитаем комментарии к этому тексту, чтобы попытаться понять, насколько нам Господь, из которого исходят все вселенные, и также который в каждой вселенной пребывает, и также Он приглядывается каждым из нас, находится в сердце каждого живого существа. И вот от Него, Матах Смритир, Гьянам Апоханам Ча, от Него вообще-то и зависит, удастся ли нам вообще что-то понять по этой теме, или ничего не получится. Поэтому давайте вот так вот помолимся. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. И в тексте 10.10 Бхагавадгита, Он же говорит Господь, что Он дает разум всем. Вот мы можем Ему помолиться, что дай мозгов, дай мозгов, 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 дай, дай мне, мне мозги, чтобы понять Тебя, какой Ты. И Шрива Парупада объясняет, что в 11 главе Бхагавадгиты «Личность Бога» Господь Кришна явил Свою веротруппу, чтобы убедить недалеких людей, то есть это первый шаг в познании Бога, чтобы убедить недалеких людей, которые не способны постичь его образе человека, в том, что Он действительно имеет право называться Верховной Личностью Бога и что никто не может соперничать с Ним. То есть первый шаг в познании Бога, он не заключается в том, чтобы принять, что Кришна в облике человека, в таком вот как мы, взял, пришел на землю, но Он на самом деле Бог, который не под властью законам материального бытия. Если человеку удается в этой жизни прямо вот начать с этого понимания, без всяких сомнений, что а может быть Кришна это такой же человек, как мы, а может быть это какой-то мифологический персонаж, а может быть это выдумка. Если человек начинает именно с этого, что Кришна личностно, как личность, пришел сюда, на эту планету, это означает, у него есть наработки с прошлого, была какая-то духовная практика. Потому что, еще раз, первый шаг в познании Бога, это тот шаг, который совершает, как здесь говорится в комментарии 2.1.25, совершает недалекий человек, который не может, у которого нет адхикара, принять вот это, принять, что Бог может прийти в таком же облике, как и все прочие люди. Для того, чтобы убедить их, он являет свою вера труппу в 11 главе Бхагавадгиты. И здесь, еще раз, это характерно для комментариев Шрива Преупады, что он на протяжении своих комментариев несколько раз повторяет одну и ту же мысль. Два раза, три раза, четыре, для того, чтобы читатель получше понял. Для того, чтобы, когда он читает текст, читатель читает текст, чтобы ключевая идея, чтобы она не проскочила мимо, чтобы какая-то фраза, в которой содержится ключевая идея, чтобы ее не проскочить. Вот этот способ, как сделать, чтобы ее не проскочить, ее надо повторить несколько раз. Это правило или эта рекомендация работает как в написании текстов, так и в чтении всяких лекций, речей, докладов и так далее. Если хочется, чтобы люди на что-то обратили внимание, чтобы это не слилось с этим общим потоком повествования, нужно это выделить многократным повтором. «Господь явил вера трупу только для того, чтобы научить этих глупцов признавать воплощением Бога, можно лишь того, кто подобно Господу Кришне способен явить вера трупу». Вот она цель. Тут говорится только, он явил только для того, чтобы… Если кто-то говорит «Я Бог», мы ему говорим «покажи вера трупу, покажи вселенскую форму». Мы читаем эту одиннадцатую главу Бхагавадгиты и может создаться впечатление, что Кришна показал эту вера трупу для того, чтобы всех напугать. Там же много кто испугался. Даже Арджуна тоже говорит «Ладно, ладно, хватит, давай обратно в прежний вид». Вот. И Шрила Парупада в комментариях объясняет, почему он просит в прежний вид. Ну, не столько потому, что он испугался, хотя он тоже впечатлился, конечно, Арджуна. А в первую очередь потому, что он все-таки привязан Кришне именно в этом облике Кришны, а не в этой форме вера трупы вселенской формы, устрашающей. Потому что он не находится, Арджуна, он не находится на положении вот такого недалекого человека, которому надо сделать первый шаг в познании Бога. Он уже много чего прошагал, много прошел шагов. Он является вечным спутником Господа в материальном мире, пишет Шрила Парупада в одном из своих писем, которые мы можем найти в Шрила Парупада Шикшамрите. Шикшамрита – сборник писем Шрила Парупада. Трехтомник такой есть на английском языке. И русский перевод тоже есть. Можно загуглить «Шрила Парупада Шикшамрита». И это обязательно найдется. И можно найти много всяких хороших писем Шрила Парупада. Но самые разные удивительные темы и вопросы. И там есть такой раздел, который посвящен действующим лицам Махабхараты, Рамайны и так далее. И там есть раздел, называется Арджуна. И в одном из писем Шрила Парупада пишет, что Кришна проявляет эту лилу. Он рассказывает эту гиту многократно на разных планетах материального мира. И Арджуна его сопровождает. То там явится, то на той планете явится, то здесь, то там. Для того, чтобы задать ему все эти вопросы. При этом он не уходит в духовный мир Арджуна. Он постоянно только здесь несет вахту. Несет вахту здесь, в материальном мире. Одна планета, другая. Это его служение такое. Но так или иначе, он очень возвышенный вайшнав Арджуна. Поэтому, в принципе, он, Кришна, явил эту вера трупу не для того, чтобы... Даже не столько для Арджуны. Не для Арджуны. И Арджуна попросил Кришну явить эту вера трупу тоже не ради себя. А это все произошло для того, чтобы глупцам, недалеким людям дать критерий. Критерий, по которому они могут определить, кто Бог, кто не Бог. Если заявил, что ты Бог, то тогда яви вселенскую форму и впечатли нас всех. Как вот у нас в Сибири была такая... Теперь уже была, потому что ее лидера посадили. Была такая секта Виссариона. И там этот дяденька, такой волосатый, бородатый, он говорил всем. Я Иисус Христос. Я явился на эту землю для того, чтобы дать наставление согласно Деша Калопатре. Но он не говорил этих слов Деша Калопатре, естественно. Вот, я, говорит Иисус Христос, я даю вам наставление. И у него была целая община где-то в Сибири. И теперь его посадили, то есть где-то около 20 лет он морочил людям голову. А теперь силовые эти министерства приняли решение зачистить это пространство духовных услуг, религиозных услуг всяких. И разобрались с ним. Но что интересно, был целый репортаж на телеканале Россия 24. Это можно найти на Ютьюбе, эту запись. И спрашивают людей, которые были в этой общине, они спрашивают их. А вот как вот вы, почему вы думаете, что вот этот вот волосатый бородатый ваш, что он Иисус Христос? Как вот вы определяете, какой ваш критерий? И там одна такая тетенька, она такая говорит, ну вы что, это же очевидно. Наоборот, я очень сильно удивляюсь, почему все люди вокруг, они проходят мимо и не понимают, что он Иисус Христос. Вот. Вот это называется 17 глава Бхагавадгиты «Разновидности веры». То есть есть определенная такая природная предрасположенность человека верить во что-то. В зависимости от того, под влиянием какой гуны материальной природы находится его сознание, находится его сердце. Эта предрасположенность связана с обусловленной природой человеком. Если у него нету критерий внешнего по отношению к нему в виде бога откровенного священного писания или мудрого наставника, гуру, духовника и так далее, то человеку приходится ориентироваться на свою обусловленную природу. Что обусловленная природа, она бывает такая дремучая, такая обусловленная, что человек говорит, да вы что, да вы что, это же как бы, ну, это же бог у нас, вот этот дяденька. Это же наш дяденька, он не дяденька, он не просто необычный дяденька, он бог, я удивляюсь, говорит эта тетенька про этого дяденьку по каналу «Россия-24». Я удивляюсь, как другие не могут понять, что он на самом деле Иисус Христов. Как же у них зрения-то нету, говорит она. Как у них нет зрения. И вот Кришна, он явился пять тысяч лет назад для того, чтобы вот дать этот критерий. И мы можем, если мы встречаем на улице какого-нибудь человека, который вдруг так ненароком возьмет, скажет, а я тут все контролирую. Я, как вот Анирут Хапарабу рассказывал, когда он был в промачаре, еще книжки распространял, то он встретил какую-то тетеньку на улице, и она пыталась его убедить, что она бог. Она тетенька, но она пыталась убедить, что она как бы в мужском роде, что она бог. Вот, тоже как-то странно. И все закончилось тем, что эта тетенька начала истерить, и она закричала на всю улицу почему-то. Она закричала, я бог всемогучий, почему-то всемогучий. И ушла, вот, не выдержав того, что ее не признали в этом качестве. Кришна, он добрый, он объясняет, как можно понять, кто Кришна, а кто не Кришна. То есть, хотите, говорит Кришна, меня распознать, да, что это я, вот у нас будет такой условный знак. Надо будет, ну, сказать мне, говорит Кришна, чтобы я показал Виратрупу. Если Виратрупа будет, значит, я – это я. А если Виратрупы не будет, значит, это какой-то самозванец. Крамтарат, Шримадбхагават, Танхиджай, Шрива Прабхупады Киджай, Харе Кришна. Теперь будем… Да, Харе Кришна. А этот Господь Рамачандра, вот он уже не показывал Виратрупу? Но, видимо, его не просили об этом. Но его все слушались. Он пришел как правитель, и все подчинялись ему, слушались. А что еще Богу нужно? Все его слушались, его выполняли, его распоряжение, наставление. Испытывали блаженство от общения с ним. Радовались, что он зайдет на престол. Потом сильно огорчились, когда узнали, что этого не произойдет там. Это самое начало Рамайны. Ну и так далее. Ну и Симхадефа, Махапрабу тоже не показывали. Да, но там просто их не попросили. Мы их принимаем как Господа, потому что они упомянуты в священных писаниях. Нам этого достаточно. Гуру, Садху, Шастра. При этом Шастра, священное писание, оно даже в этой троичной системе верификации знания, оно приоритет номер один. Потому что Садху и Гуру, они живут в соответствии с Шастрами. Мы по Шастра можем понять, кто Садху, кто не Садху, кто Гуру, кто не Гуру. А еще хотел спросить, тут в тексте говорится Хиранья Гарбхи. Хиранья Гарбха. Да. Вошел в каждую. Хиранья Гарбха – это вот Господь, он в каком-то образе, да? Да, это в Шриша Панишад, в Багава, там в первой песне, там есть глава, посвященная разным воплощениям. И насколько я помню, там должно быть про Хиранья Гарбху. А еще у меня такой вопрос. Вот Иисус Христос, вот он этот, как вы говорите, этот дяденька, он говорил, что он Иисус Христос, да? Но Иисус Христос тоже не показывал никому свою вселенскую форму, а ему поклонялись, как посланнику Бога. Правильно, потому что от посланника Бога не ожидается, что будет показывать вселенскую форму. Вселенская форма ожидается от Бога, а не от посланника Бога. Шри Вопреппада тоже… Тогда зачем же бедного этого Гессариона посадили? Ну, потому что, ну слушайте, ну и Иисуса Христа тоже сажали, и не только сажали, и там дальше было. Ну, как, почему? Очень во многом потому, что РПЦ не признает его в качестве Иисуса Христа. Если бы РПЦ признала бы его в качестве Иисуса Христа, тогда была бы совсем другая история. Тогда бы у них с патриархом Гундяевым были бы, наверное, какие-то особенные отношения у этих двух, между этими двумя личностями. Но, как говорят историки, история не знает сослагательного наклонения. То есть историки, они не мыслят в таких категориях. Что было бы, если бы они имеют дело только с теми фактами, которые состоялись, чтобы их потом анализировать, эти факты?